Добрый вечер Поэтому вначале хотелось бы начать с такого одного из немногих спорных моментов, который нас сейчас разделяет, а для прояснения которого мы, в частности, во многом сюда приехали. Это вопрос отношения к фигуре Горогина-Нждя. Вопрос отношения к фигуре Горогина-Нждя. То есть для большинства россиян это не бесспорная фигура. Для большинства армян это национальный герой. Мы здесь были уже не на одной встрече и поднимали этот вопрос. И варианты ответов колебались от того, что для нас этот вопрос решен, а национальный герой. То есть вопросов нет. Хотите, разбирайтесь сами со своим отношением. Говорили о том, что там азербайджанское раздувание этой проблемы, вот, поэтому не надо раздувать из мухи слона. Говорили о том, что в принципе это просто не надо поднимать. Но, как говорится, чтобы раздуть из мухи слона, должна быть муха. Это как бы муха в этой, в виде этой проблемы, она, ну, существует такая проблема. И понятно, что у каждой страны есть своя трактовка истории. Это совершенно нормально. Есть вопрос столкновения этих трактовок. Это тоже нормально. Но отношения между старшими странами в прошлом, в настоящем, в будущем, они как бы настолько теплые, настолько дружеские, союзничественно, настолько много связывают, что те немногие спорно разделяющие вопросы, мне кажется, надо все-таки решать вместе. То есть, может, есть какой-то способ как-то этот вопрос решать вместе. Допустим, создать совместную комиссию историков, общественных деятелей, политологов, которые бы ее рассмотрели глубоко, всеобъемлюще, объективно, двусторонне и какой-то нашли модус Вивенди. В общем, есть ли какие-то варианты вопросов к решению этого вопроса, кроме как не затрагивать его? Ну, вы знаете, спасибо большое за вопрос. Честно говоря, я в наших отношениях с Россией никогда не столкнулся с этим вопросом, не имел дела с этим вопросом. И никогда в наших отношениях и в наших разговорах, переговорах я никогда не слышал об этом со стороны наших российских коллег. Честно говоря, я думал, что этот вопрос присутствует в повестке дня о наших отношениях с Азербайджаном. Потому что первый раз, когда я с этим вопросом столкнулся, и неожиданно это произошло в Ашхабаде в рамках саммита СНГ. И для меня, честно говоря, сюрприз, что этот вопрос присутствует еще и в наших отношениях с Россией. И, по крайней мере, никто никогда в наших общениях с российскими коллегами имя Гарегина НЖД никогда вообще не затрагивалось. Что касается персоны Гарегина НЖД. Конечно, я в Ашхабаде очень много об этом говорил. И вы говорите, что давайте создадим комиссию. Вы знаете, это было бы странно, если мы создали комиссию с Россией, чтобы изучить нашу собственную историю. Откуда нам, как мы знаем и откуда в нашей истории появилось имя Гарегина НЖД? Его имя появилось в Сардарападской битве, когда и в итоге этой битве Армения была создана первая республика в истории нашего народа. То есть республика Армения в 1918 году. Между прочим, в той же битве участвовал, если не ошибаюсь, Гарегин НЖД тогда был поручиком. В той же битве с Сардарападой участвовал еще и Уванес Баграмян. Они фактически бок о боку сражались за свою родину. И в итоге Гарегин Ованес Баграмян стал маршалом Советского Союза, героем Советского Союза. Дважды герой? То есть для нас Гарегин НЖД и Уванес Баграмян, они имеют те же одинаковые истоки, как исторические фигуры нашей истории. То есть они сражались за Армению, за Армян. И они пытались и делали все от себя зависящее, чтобы защитить свой народ от турков, которые организовали геноцид армии. Сейчас очень много говорят, что, например, Гарегин НЖД имел какие-то общения с Третьим Рейхом, с представителями Третьего Рейха. А что, Молотов тоже имел общение с представителями Третьего Рейха. А почему? Давайте создадим совместную комиссию, изучим, что там произошло, что там с Рыбинтров-Молотовым, пактом этим. Кто-то в России осуждал эти действия, что ли? А почему нет? Если начнём, да давайте с Молотова начнём, да? Что он творил, зачем, о чём договорился, почему договорился. А Сталин почему имел, он информировал, был вообще, о чём они там договариваются. Для нас нет вопросов, кто Гарегин НЖД. Гарегин НЖД тот, который с будущим маршалом Баграмяном боролся за свою родину. Говорил он с нацистами? Может, и говорил, но я говорю. А Молотов тоже говорил, Сталин тоже говорил. И многие другие тоже говорили. Если хотите поставить знак равенства между теми, кто вообще общался с нацистами, давайте начнём с Молотова. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok